Ладно, ну а... Пошла в очко! Пошла в очко, тварь! Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал, я Наташа, и у нас на повестке дня Beast Inside. Мы подошли уже к шестой главе, и сейчас мы, видимо, переместимся в прошлое, где ходят конченые призраки, которые хотят меня убить, или я вообще не знаю, что они вообще от меня хотят, пусть идут далеко подальше. Надевайте наушники на голову, не забывайте подписываться на канал, и давайте смотреть все это великолепие вместе. Поехали! Ну что ж, господи, один я не справлюсь! Сколько крови, боже милостивый! Это один из гостей? Не знаю, позови кого-нибудь, иначе он просто исчет крови. Зажми рану! Я позову на помощь! Уборщик наверху, комната 207. Где ты? Кто это? Спокойно, не пытайтесь встать. Господи, что еще раз кто-то угол... А, что, отправиться в горы? А вот и он! Кажется, тот пропавший мужчина! Детектив показал настоящий у него... Детектив! Детектив! Вы об этом пронырливом хлыще Уолтера Гилмане? Матери Божия, мне нужно отправить телеграмму шерифа! Погоди же, этому человеку нужен врач! Я видел такие раны. Ему осталось не больше пары минут. Мне жаль, сынок. Эти голоса, их так много! Подождите, я уже где-то слышал этот разговор. Эти люди, они упоминали, что судью разыскил детектив Уолтер Гилман. Если он занимался исчезновением людей в этих местах, значит, мог знать что-то и о пропаже моего отца. Возможно, я смогу узнать номер его комнаты на стойке регистрации. Уф, какая здесь конченная атмосфера, ребята! Просто обосраться! Хоть глаз выкли. Закрыта дверь. А, жаль! Я бы предпочла отсюда свалить. Я думаю, здесь сейчас начнет происходить полное мракобесие. Вроде бы свет горит, а стремно обосраться. Женщины какие-то непонятные висят здесь. А вот регистратура, да? Это же регистратура, конечно. Это он, судья Джон Нортон, бывший партнер моего отца. Такое вообще возможно? Я только что видел преступление десятилетней давности. Я начинаю пуститься. Воспоминания и галлюцинации сливаются поедино. Кем был Гилман? Почему он разыскил Нортона? Не доверял шерифу? С обратной стороны пусто. Читать. В данный момент проживает в гостинице Блэкстера. В комнате и оторвано. Пропавший судья. Его кто-то искал. Волтер Килл. Это что? Ясно. Это что? А главное, все понятно. Ключ из регистратуры обычно хранилась у уборщика комната 207. Че это за шептуны? Можно я здесь останусь вот так вот? Обзву коленки, буду плакать. И никуда не пойду. Ладно, ну а... Бляха! Пошла в очко! Пошла в очко, тварь! Паскуда! Не надо вот это кидать здесь. Свои эти штуки самые сраные. Не надо! 207, наверное, наверху. Но я не знаю, я здесь первый раз. Я в вашей жопе в первый раз. 207 комната, мать ее. Попробуй высри, да? Блин, обосраться просто. Я пришла по адресу, я так понимаю, да? Что это? Вот это что это? Кто это? Чья? Кто здесь жил? Кто здесь жил? Выкини! Кто? Заткнись. А ну-ка не шипеть мне здесь. Не пердеть, не шипеть. Запрещаю. Тут муха жужжит. Блин, а со светом еще, по-моему, страшнее. Не кажется вам? Блин, как-то стрёмно мне вообще. Потуши. Че кто там шипит? О, спички. Спички это хорошо. Женщина, собака, пес. Фотография. Че мухи жужжат-то? Блин, ребят, я что все? Я передумала играть эту игру. Давайте заканчивать, хватит. Хватит с меня на сегодня. Я уже... Не люблю я такие места. Ну, не нравится мне. А, вот план. Вот план. Я... Я здесь. То есть комната, она практически... Вот она, да? Найдите комнату уборщика. Какая... Подождите. Вернитесь. Вернитесь. Назад. Сейчас мы с вами... Найдите комнату 207. А, это 706. Это 706. Или это 2? Это 106. А тут нету 207. Это нормально. Это, наверное, первый этаж. Угу. Но почему-то отметена эта комната. Значит, что-то мне хотят в ней показать. А у меня нет ключа. Как же стрёмно здесь у вас. Ой, я могу взломать эту комнату. Хорошая ли мысль взламывать эту комнату? Как вы думаете? Мне кажется, нет. Но... Ладно уж. Пусть будет. Я хотя бы взламывать научилась в замке. Не уверена, что хорошая мысль заходить в чью-то вонючую комнату. Блин, если обосрусь, то простите как бы. Блин. Чё там шипит? Где меня? Можно я уйду отсюда, пожалуйста? Не хочу здесь находиться. Чувствую себя просто кончено. Что это такое? Кубик-рубик какой-то. Кусок перита. Из шахты отца. Некоторые называют это минерал золотом дураков. Но семейство хайдов, это у хайдов, он... Короче, ясно. Нахер мне ваш перит. А, ну тут вроде бы ничего такого нету. Хорош, что дышать мне! Закрой свой рот на замок! Захлебал он мне тут свои шептуны. Нафиг мне твои шептуны. В жопу своих шептунов засунь, понял? Шепчет он мне тут. Шептун. Шептун, блин, вонючий. Короче, все. Я буду бесстрашной бабой. Но нет. Ладно, пошли на второй этаж. Видимо, мне туда. Игра меня на... Сейчас на меня эта херня свалится. Спорим? Нет, спасибо. Не пускает меня на второй этаж. Говорит, иди, скотина, по первому. И страдай. Иди по первому. Собирай все скрипты. Подождите. А туда тоже можно пройти? А куда ж мне идти-то? Ёперный бабай. Везде так стрёмно. Ух, тут можно открыть. Тут только ключик. Ну, хотите, откроем как бы. А, закрыто. Ну, хорошо. Спасибо. Ладно, я буду бесстрашной женщиной. Я буду пытаться. Закрыто. Можно потеребить. Давайте зажжем свечку. Я тебя вижу, мразь. Ходит он там, шепчет. Закрыто. Я тебя вижу, дядька. Это, наверное, тот самый дед. Блин. Я здесь не один. Да, ты тут не один. Ты еще не понял? Ты еще не понял? Тут у тебя херня такая происходит. А ты такой, я тут не один. Алло. Ты что, не понял? Ой, блин, закрой нахрен. А, ладно, пошли. Там свет горит. Здравствуйте. Я с миром. Я с миром. Я с миром. Мне просто спросить. Просто хочу посмотреть, что у вас здесь в ящичках. Керосинчик ищу. Всякие такие прелести для своей жизни. И все. Возьму нож. Что это? Дверь лежит. Ну, бывает. Собака. Мурашки. Ее оставил кто-то из гостей. Страница из Библии. Это та самая страница из Библии, небось. Да? Ну, типа, Господу помолимся. Да? За упокой. Я не знаю. Мой, видимо. Потому что сегодня я закончусь. Не нравится мне здесь ходить. Не нравится мне находиться в прошлом. Прошлое конченное. Тут ходит какой-то старый шепчущий дед. Он шепчет. Вы слышите? Он шепчет. На меня вылетают всякие вонючие предметы из этой гостиницы обоссанной. Но мне, видимо, сюда. Вот, я вижу карту. Карта. Что ты мне покажешь? Там кто-то ходит. Там кто-то ходит. Ёперный бабай. 113 комната. Обожаю цифру 13. Что может пойти там не так? Все может пойти через жопу. В комнате вот этой. Так. У меня есть свет. У меня есть два поворота. Куда посмотреть? С каждой стороны будет стремно. Я уверена. А стой тупик. Ой, люблю, когда... Ах ты, пердет. Он меня ведет куда-то. Ладно, когда я вижу какого-то дядьку, мне не так стремно, когда я вижу ничего. Просто пустоту. Я чувствую, что тут хоть кто-то есть. И я хотя бы вижу, как оно выглядит. За окном идет дождь. Спасибо. Хотя бы заглушит мои... С эти... Оры. Страшно. А, вот он, лестницу. Он мне показал лестницу. О. Кто вообще здесь шипит? Что это? Метла. Пожалуйста, давайте только без там каких-нибудь... У меня аж стекает кусок воды с моего этого плеча. Что это здесь? Керосинчик. Керосинчик. Керосинчик, я сказала. Да ёптвою мать, кинь её! Дорогой, мне нужен... Ты высыпал керосин на пол. Нормально. А тут нет свечек, да? Плохо, когда нет свечек. Вообще, не люблю, когда нет свечек. Так стрёмно выходить из комнат. Ты типа вроде бы заходишь и чувствуешь на секундочку себя в безопасности, но потом нет. Да, меня ведут на второй этаж. Как любезно с его стороны завести меня на второй этаж. Какого вообще хрена? Лучше бы дома я сидел, заперся в комнате и лёг бы спать. Дождался бы утра. Нет. Надо переться. О, та самая обосранная картина. Блин. Нахрен такую картину ставить в своей гостинице? Это ж обосраться просто. Ладно, но это же моя гостиница. Я тут хозяин. Я здесь хозяин. Ясно? Я тут хозяйка. Что он здесь делает? Ходит тоже, как и ты. Не спится ему в ночи. И так же, как и ты, подпёрся. Не, ну я думаю, что мы же должны спалить эту херню. Опа. Второй этаж. Так, комната 207. Если бы я ещё что-то понимала в картах, но я же ни хрена ничего не понимаю в картах. Ну, допустим, по сути, получается, она прямо здесь. Это 207-я комната. А, тут есть номера. Тут кто-то бегает. Сука, что бегаем? Вот она, 207-я комната. Как вы понимаете, да, сейчас какая-нибудь херня произойдёт. А, закрыта. А она сейчас, наверное, откроется, да? Я так и знала. Я знала, что кто-то сейчас вот так вот сделает. Я просто... Ты меня приглашаешь? Соглашаешь? Мужчина с усиками. Усики, пропуск в трусики. А это дверь там? Или кто-то на меня смотрит из темноты? Вот это вот это что? А это дверь. Ладно. Какая большая комната? Это президентский люкс? Небось, да. Мой обосранный люкс. Ничего нет? А здесь спички. Спички. Ладно, нормально. Вроде бы пока меня не сильно стремает, но всё равно стрёмно. Я сама себя пугаю просто. Дали бы что-нибудь посматривать. Нет, надо... Просто пустые ящики. Чё пустые? Всё. Закрыто. Слишком многого закрыто. О! Потому что не надо туда прыгать. Алё. Дорогой, я не уверена, что нам туда с тобой надо. Ой, а нас закрыли. А, ясно. То есть вы хотите сказать, что я типа... Ясно. Спасибо. Меня любезно закрыли и приглашают вон туда. Я даже понять не успела. Что это было? И куда оно пыталось меня стащить? Может, в ад? О, Господи. Во что же я влип? Чувак, это просто женщина. Была, по крайней мере. Я даже не успела среагировать. Я что-то так, это... Попыталась абстрагироваться от всей этой ситуёмины, что я просто такая, типа, а пофиг. И тут на меня выскакивает эта мразь. Ты чё? Меня избил шкаф. Меня избил вонючий, обосанный шкаф. Вот такой дерзости я не ожидал. Так, заткни свой рот. Не это. Тут мне... Я просто смотрю. Я просто смотрю. Я хочу просто посмотреть, что у тебя здесь есть. Дядь. Не жалуйся. Не ругайся. Мне надо просто спросить. Как в школе. О, ещё керосинчик. Керосинчик в этом месте просто, я не знаю, он, видимо, нужен. Пока, кстати, у меня свободная минутка. Надо его подлить. А то мало ли сейчас какое дерьмо произойдёт. Блин, ну вот эта мразь, она была стрёмная. Я, правда, не успела реально испугаться. Я не ожидала, что она выскочит на меня, но... Я теперь знаю, что мне за сучку там встречать. Не хочу. Сохранение произошло. Ну, мне, наверное, туда, да? По следу крови там. Все дела. Ну, конечно. Естественно. Естественно. Вот нахрен везде эти картины обоссанные расставлять. Что это такое? Что это? Что это, блин? Здрасте! Кто там? Кто там? Занято. Зайдите позже. А нет ничего под подушками там? Ножа. Коробочка. Мужик. Баба. Баба-мужик. Ковёр. Блин, стрёмно теперь даже шкафы открывать. А чё у меня закрыто опять? А как же мне выбирать? А, вот оно что. Господи. О, мразь. Я надеюсь, ты сейчас не выскочишь опять, красивая моя шлюшка. Не, сейчас реально какая-то жопа произойдёт. Что тут произошло? Какая-то бояная. Боже мой. Дорогой. Тут понятно, что что-то произошло через жопу. Туда же кто-то лежит до сих пор. До сих пор кто-то лежит. Опал журнал для пациентов психических учреждений. Журнал, сдающийся для пациентов психиатрической больницы. Неподобных благ цивилизации. Их кормят помоями, привязывают к кровати. Многие из них просто не доживают до сечения. Вышивок всё равно больше нельзя назвать по-настоящему свободными людьми. Выписывается из подобных учреждений. Небывалая удача. Хорошо. У нас тут, по-моему, реально что-то попахивающее чуть-чуть аутластом. Тоже в аутласте были всякие дядьки, тётики сумасшедшие. Но обосраться тут, конечно, до сих пор лежит. Хватит, пожалуйста, там пердеть, свердеть. Пила по металлу. Пила должна срезать цепочку на двери в комнату уборщика. Я не уверена, что я хочу идти в комнату уборщика. Потому что я увидела сейчас мразотную эту бабу. Вот звук сейчас... Сейчас говно начнётся. Сейчас говно начнётся. Я прям... Я прям чувствую. Я сейчас повернусь. Я сейчас повернусь. Нет, смотрите-ка, нормально. Ладно. Сейчас войдём в комнату и начнётся. Сейчас на меня эта мразь выбежит. Я просто уверена. Вот, гадалки не ходи. Сейчас что-нибудь здесь произойдёт. Я вот просто... Вот чуйка у меня. Профессиональная чуйка. Я даже дверь не буду закрывать, потому что она сама закроет, если захочет игра. Игра здесь такая. Она своевольная. Она самостоятельная. Она как огуша. Типа я сам. Что это такое за хрень? Мужик сидит какой-то. Не знаю, что это. Так. Комната уборщика. Давай не будем. Музыка заткнулась. Ах, сейчас что-то херня произойдёт. Я просто не буду смотреть. Я просто буду заниматься своими делами. Чё так стрёмно-то у тебя, скотина, в твоём помещении? Чё так зловеще-то, пердеще вообще? Я не знаю, чем ты тут занимался. Бедняга. Похоже, прожил тут большую часть жизни, а после смерти всё равно остался уборщиком гостиницы. В смысле, он тут... Он тут умер? Да и постояльцы тут, сдаётся мне, не самые дружелюбые. Бывает. Ну, вроде бы тут ничего нет. Вроде бы нормально. А, это он лежит здесь. Блин. Сейчас он встанет, спорим? Спорим, я сейчас к нему подойду, и он встанет. Да, это он шипит, это он шипит. Сейчас я подойду, он, сука, встанет. Ты же мумия, блин. Будь мумией, хорошо? Стрёмно в одной комнате с трупом находиться. Чё-то я не хочу его трогать. Почитаю записку, я просто... Записка уборщика. Жалко мне этого бедолагу. Начал пить, чтобы не сбрендить. Боюсь, если призраки не оставят меня в покое, я и сам сопьюсь. А, тут призраки, ясно. Читаем. Мистер Джейкоб всё твердит, что я должен поменьше налегать на выпивку, что мне мяешься всякая с пьяного. Только это всё за правду, уж я-то знаю. Я пью, но это только потому, что мне страшно. Что-то бродит в этих лесах. Я слышал крики в глуши, вой в пещерах. Люди не сдают таких звуков. И я видел следы когтей на коре. Уйми, спинчуга, ты всех гостей распугаешь, говорит мистер Джейкоб. А что, если им стоит бояться? Сколько людей уходило в лес и больше не возвращалось? Господи, опять это твой, как уснуть тут без выпивки? Чувак, давай не будем трогать его. У меня были мурашки сейчас. Ключи. С их помощью можно войти в комнату 106 и коридор, ведущий во второе крыло гостиницы. Нет, скотина, ты меня не напугаешь, мразь, паскуда, тварь. Я просто не хочу играть в эту игру. Просто не хочу уже. Так, 106. Ёперны, это как же мне, это как мне, это мне так долго идти? Теперь назад? Ладно, я сохранилась. Плевать. Блин, не хочу. Шмара. Ты чё? Ты чё? Сука, ты чё? Как мне выйти-то отсюда? А, ясно, я понял. А чё свечка-то погасла? Ладно, я выйду через улицу. На улице всяк спокойней. Всяк спокойней, чем в вашей вот этой херне. Кто-то тут заботливо смастерил вот эту штуку. Лестницу. А я вошёл. Ха-ха. Тупой призрак. Ты тупой. Сейчас я на гневую беду. Призрачную. Призрак. Эй, тварь. Тварь-паскуда. А ну, выходи. Шмонька. Здравствуйте. А типа, чё это? Как это я здесь? Ключик. Открывает крыло А. Спасибо. О-о-о-о-о. Шо балда, драная шмонька? Блин. А-а-а, это спарк случится, приключится. Сука, падла, драная шмонька. Ёперный да баба. Я кончусь, я кончусь во время этой игры. Я кончусь. Я, я почему я так чувствовала? Я чувствовала, что на меня что-то вылезет. Я чувствовала. Обосраться просто. Скоты, ну это же моя гостиница. Не пошли бы вы нахер отсюда. Я здесь повелительница. Я уже не хочу. Я не хочу. Сейчас она опять выбежит. Это невеста пердеста. До, но, топен. Не открывается. Сука, я открою. Я тебе жопу твою раскрою. Расчерчу твою жопу так, что тебе мало не покажется. Поняла меня, мразь? Ходит она тут со своими этими самыми. Дунот опен. Как сделаю тебе опен? Охереешь, как я тебе жопу твою раскрою. Пугает она меня, мразота. Что, дунот опен? Что там написано? Ты не откроешь. Открой. Пароль надо. Ёперный. Епа. Пу жопу ваш пароль. Давай, что тут написано? Похоже, у борщика были серьезные проблемы с одним из постояльств. Этот психопат хотел меня успокоить. Я смел запереть его в одну из комнат. Помоги Господь тому, кто рискнет пойти в крыло. Б, комбинация к замку. Энджер. Гнев. Ну, это меня готовит к тому, что сейчас что-то произойдет. Я вот кто дышал все это время. Сейчас будет, походу, самый жесткий стример. Скример-стример, блин. Все, у меня уже поехала кукуха. Я когда боюсь, я начинаю путать слова. Ну, поехали. Он бегает, он там бегает. Все, я не хочу открывать эту дверь. Сука, не хочу. Как на это решиться? Я ничего не знаю. Я не хочу. Мне не нравится музыка. Что ждать? Вот что мне сейчас ждать? За мной будет ходить призрак? Или будут стримеры? Или что сейчас будет? Что сейчас будет? Нахер! Мне надо спуститься. Пиздарики. Пиздарики на воздушном шарике. Вот что это называется. Вот что это такое. Я помню, что здесь было в прошлый раз. Дядька, ты тут вообще что ли с ума сошел? Просто выйди, покажись. Чтоб я тебя видела. Как ты выглядишь-то? Ну, он конченый какой-то был. Посмотрите, что он тут за жопу натворил. Переворошил всю просто мебель, падла. Всю мебель перевернул. Нахер так делать. Блин, мне страшно. Мне правда страшно, ребят, все. Все. Садись. Садись, все. Блин, я не хочу. Я... А, мне надо сюда залезть. Я вас понял. Он любезно мне дырку... Падла! Я вижу, что ты дышишь. У тебя из жопы что-то там жопой шевелится. Ты тверкаешь? Зачем он тверкает? Меня пугает, когда люди тверкают. Ну и что делать мне? Прыгнуть к нему? Или что? Он же сейчас скотина на меня побежит. Спорим? Он реально сейчас побежит. Ладно, сука. Получишь. Ладно, я почитаю записку. Господи, этот безумец не просто украл форму солдата Севера и убил трех невинных людей. Он хотел убить еще и президента. К счастью, теперь он мертв, но кто его мог убить? Джон. Значит, дни Абрама Линкольна и его проклятых прихвостней сочтены. Надеюсь, ты без всяких происшествий добрался до Монреали. Я верю, что он защищает тебя так же, как и меня. Боже, хранник от Федерации и Джефферсона Дэвиса. Значит, свой был только маскировкой. А, это ветер, наверное, дует. Что-то как-то я не знаю. Как-то я бздю к нему подходить. Он сейчас реально встанет. Я вам отвечаю. Он сейчас встанет, скотина. Я пирный баба. Прикиньте, сейчас этот дед будет за мной гоняться. Блин, он... Я сейчас отвечаю. Я пройду в тот проем, и эта сука встанет. Но тут вроде как нельзя прятаться. Вроде как. Поэтому, наверное... Наверное, он уже давно мертв. Я бы так что-то не рассчитывала. Скоты. Не хочу я к нему жопой поворачиваться. Он сейчас реально встанет. Пацаны, все, писка. Писка. Писка, вписка. Он сейчас реально пропадет. Я вам отвечаю. Я слежу за тобой, скотина. Я слежу. Не надо тут. Все, он пропал. Он перестал жужжать. Сиди там. Не вставай. Сидеть. Как-то пробежал. Это он. А, это шманда, наверное, бегает. Это баба твоя бегает, да? Короче, все. Хорош бояться. Ладно. Что произойдет? О, кишки опять. Брэнди, брэнди, шменди, шмонька, бонька. Я смогу пилой распили? Снова эти чертовы корни. Вот сейчас и произойдет скример. Я знаю, где острый инструмент. Он в нашем друге, дружище. Он в нашем друге, вон в том вот. Который, небось, уже убежал. А я так и знала. Я так и знала. Что рано или поздно эта тварь убежит. Сука ты, драная. Где ты, тварь? Блин, я не могу. У меня аж пот стекает с меня. По спине, блин, по рукам. Что? Не мог же он просто встать и уйти? Отпусти меня. Помогите. На помощь. На помощь. Не жать тебя, чертов Янки. Линкольн, покушение не остановить. Линкольн должен поплатиться за свою жизнь. В жопу ему засунь. В жопу ему засунь. Давай, суй ему куда-нибудь. Ой, блин. Вот это песка. Ёперный бабай. Вот это прикол. Обосраться. Ну, спасибо, что не скример хотя бы уже. Уже на этом спасибо как бы. Охренеть просто. Ёперный бабай. Он просто встал, скотина, и пришел. Он просто встал и пришел. Тварь. Давай, руби. Пошли на свежий воздух. Просто откройте мне. Дайте выйти. До свидания. До свидания. Фу, блин. А куда мне теперь? Нет, нет. Не пойду туда. Куда идти-то? Сюда, что ли? Ёперный бабай. Да что так? Все страшнее и хуже ситуация. Ситуация говно. Бляка, тварь. Да пошла ты в очко. Ты со своими пугалками, а? Ну, хватит уже. Я уже кончилась морально. Уже все. Пот стекает по мне. И не только пот. Хватит. Сейчас еще шмонька пробежит. Сто процентов выбежит сейчас, тварь. Будет опять своей. Вот сейчас, вот сейчас то самое место. Я сейчас спрыгну. И она такая. Придет, невеста. Я не Егор Крид, чтобы ко мне бежать. Ты не моя невеста. Ой, блядь. Можно, пожалуйста, переместиться в этот... Обыскать кабинет Джорджа. Я хочу уже переместиться в то самое место, где там нормальная жизнь, люди, там вот это все какое-то такое. Вот это вот реальность. Лучше я буду от маньяков убегать, чем вот от призраков. Призраки меня реально выносят. Сука. Что там? Кабинет Джорджа. Ну, типа, я ни черта не понимаю по этим вонючим вашим картам. Ни хрена. Я буду идти по стеночке. По стеночке, по стеночке. Хочу ходить по стеночке. Ох, что это такое? Собаки? Что это? Какая-то херня непонятная. Где кабинет вашего Джорджа? Ну, хотя бы тут некоторые проход... Ну, ладно. Ладно, типа, я повскрываю замок в непонятную комнату. Че уж там. Ой, блин. Хорошо, что я научилась взламывать замки. Правда, сейчас от страха начинаю косячить. Добрый вечер. Добрый. Я диспетчер. Хочу, чтобы вы меня приняли с миром. Пожалуйста. Просто с миром. Новая запись в неке. Ты должен был проверить все варианты, Нортон. Ты же судья. Ты должен был иметь охотные законы, так чтобы избежать наказания. В контракте указано, что вы оба можете передавать свои доли без всяких договоренностей. Прости, Джош, но ты ведь сам его подписал. Я не думал, что этот таблюгат думает меня перехитрить, а его струкнувшись от родия проникнет в шахту. И чего ты хочешь? Этот пашист не может получить все наследство. Придется убить этого старого пердуна, иначе мы останемся ни с чем. Ясно, мы приняли... Неужели это было на самом деле? Они и правда замышляют что-то против нас с отцом? Чувак, просто какая разница? Тебя не смущает то, что тебя здесь кроет? Что у тебя здесь какая-то херня, блядь, происходит? Ты такой... Они и правда против нас что-то замышляли? Ты конченый. Я бы в такой ситуации пыталась бы отсюда выбраться. Ключики. Открывая двери в регистратуру, 107 и 208. Класс. Нравится мне обыскивать регистратуры. Ладно, просто я иду. Я иду, я не боюсь. Ясно тебе, шмонька? Ты поняла меня? Только попробуй, тварь. Я тебя не боюсь. Поверните, что... Так, газетная вырезка. Плэкстон, понедельник, сентября. Шрифтедл Ордерс. Нарез Джейксаба Хайда. Владельцы шахты и гостиницы, которые меняются в убийстве Диджонтана Норта, скончался, что тяжелый кран по прибытию в гостиницу за поемку аппы и объявлена награда. Так, наш батя кого-то причикал, да, видимо? А, я не могу отсюда выйти, мне надо идти назад. Судя по описанию, Гэдри был типичным меланхоликом, но я бы не стал делать поспешных выводов и говорить, что он покончил жизнь самоубийством. Слишком много людей пропало без вести в этих местах, и, конечно, не все из-за лишней чувствительности. Господин Хайда, я уже много раз писала вам, но так и не получал ответа, поэтому спрашиваю снова. Вы действительно не помните моего брата Генри, который останавливался в вашей гостинице два месяца назад? Ему 31 год, он высокий, худощавый, но и с точки. Мой брат приехал к вам в поисках покоя и спокойства после нервной срыва. Генри молодой художник, поэтому он собирался писать пейзажи. Брат всегда любил безмятежную атмосферу этого региона и говорил, что горы и леса заставляют звучать струны его души. Как я уже упоминал в предыдущих песнях, Гэдри так и не вернулся домой. Мой Блэкстон, последнее место, где его видели. Не исключаю, что он мог покончить с собой, Генри сильно страдал, но я искренне надеюсь, что это не так. Может быть, вы вспомните какие-то детали, которые помогут мне рассказать тайну исчезновения брата. С обратной стороны ничего нету. Ну и хорошо, что ничего нету с обратной стороны. Да хватит, что кто шипит-то? Что шипите-то? Ладно, что делать? Идти назад, видимо, а что еще? Сейчас кого-нибудь встретим, я вам отвечаю. Блин. Стремно вот это вот делать, конечно, вот так вот ходить. Ну ладно, пошли, а что? Нам никуда не деться, надо пройти ту игру. Что-то скрипит. Что? Здравствуй. И что делать? Ой, бляха. Просто вытрахай меня, просто... Я-я-я, я не знаю. Залази, да ёпт твою мать, жирная жопа. Я не знаю, что делать, пацаны. Выключи фонарь. Ёпт твою мать. Ёпт твою мать, ёпт твою мать, ёпт твою мать. Невеста-то конченная. Ёперный бабай, как сердечко-то колотится-то. Ух, вот это была паника просто. Жирный не пролезал, блин. И что, ну не надо, давайте не надо, ну пожалуйста. Еще мне невест тут не хватало. Дайте мне просто уйти отсюда спокойно, ну пожалуйста. Блин, а. А если бы я дверь не закрыла, она бы вошла? А, ну картина хотя бы свалилась. Я можно считать в безопасности. Но что-то как-то я не чувствую себя в безопасности. Блин, я не хочу. Отстань, пожалуйста. Не надо шептать. Я так на грани. Ты тут еще шепчешь. Без шептунов, пожалуйста. Давайте обойдемся. Что это такое? Что это? Это бриллианты, наверное, не стоили целое состояние. И что это был за Джейкок? Так, мой отец или один из постояльцев. Если отец знает, значит Мэдалин была его. Даже думать об этом не хочу. Че, блин? Серьги чьи-то. Читать. Моей дорожащей Мэдалин. Джейкоб. Класс. Ой, блин, что так стрёмно-то стало в этой гостинице? Я теперь понимаю, зачем ее спалили. Это что? Медальончик. Мэдалин. Кем была эта женщина? Постояльцы гостиницы. Она забыла о жерелье в комнате. Мэдалин. Да Мэдалин это эта шлюшка, небось, которая бегает здесь. Сто процентов это Мэдалин эта вонючая. Отвечаю просто. Давайте здесь останемся. Я чувствую, она сейчас придет. Ну не может же так все это. Она бегает, она реально бегает. Я слышу, как она топчется. Я слышу, как она топчется. Подождите, если я сейчас спрыгну, это то самое место, с которого я ушла. А шкаф-то стоит. Это мне опять вы предлагаете внутрь заходить туда? Там Мэдалин это будет сраная. Блин, я надеюсь, сейчас спрыгну, сохранюсь. Как же я не хочу этого делать? Надо было, чтобы Мэдалин меня убила. Было бы потом не так страшно помирать от нее. Это просто психологический ход. Нахер ты это делаешь, дурачок? И че? Типа куда? А? Сюда, наверное, да? Ну, наверное, это было бы логично. А Мэдалин-то теперь может здесь везде ходить. Вы посмотрите, как я теперь передвигаюсь после этой стервы. Просто со скоростью инвалидной черепахи. Да нет. Значит, не сюда. А тут закрыто, да? Угу. Блин. Ну, и явно не в окно. Или в окно? А пошли в окно. Пока, Мэдалин. Нормально сюда идти или нет? Как вы думаете? Туда я иду или не туда? А? А вдруг я не туда иду? Да нет, туда. Тут был уборщик. Вот он лежит. А, сейчас реально придет эта шмонька. Дверь уже открыта? И что? Нет, закрыто. А как же так? Мэдалин, ну ты чего? Че, я что-то делаю не так? Ну все, я загнанная крыса. Я просто боюсь. Значит, надо идти в ту дырку. Значит, надо идти сюда. Блин, ну капец. Пацан, ну ты же можешь подвинуть в шкаф. Не очень хорошая мысль. Сейчас придет Мэдалин. Даст. Отвечаю. Сейчас она придет. Отвечаю просто. Зуб даю. Ну не может же быть так. Просто запрыгивай за стойку регистрации. Запрыгивай, скотина, я сказала. Все, присядь. Присядь. Все. Все. Все, тихо, тихо, тихо. Сиди. Сиди, тихо, тихо. Спокойно. Все будет хорошо. Дыши. 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 Мэдалин? Так, че, комната я не успела прочитать. Ключи. Опа. Дневник. Я даже ключи не успела взять. Он полез в дневник. Ладно, пусть лезет. Детектив остановился в номере 203 наверху. Похоже, он так и не освободил эту комнату. Что-то какая-то длинная голова. А че здесь? А, ну, хорошо. Хорошо, что хотя бы закрыто. Так, ладно. В 203 комнате он у нас остановился на втором этаже. Ох, чувак. Открывает комнату 202. А, дьявол, ключа от комнаты 203 тут нет. Но, может, может, я смогу попасть в нее из комнаты 202. Я должен узнать, что удалось уяснить Гилману. Ладно, ребят, я думаю, что на этом я точно закончу. Фух, я что-то не ожидала такого, конечно, наплыва того, что сейчас за дерьма на меня свалится. Я думаю, вы видели. В некоторых моментах я просто... Я не могла отреагировать. Но когда я бежала от этой мрази, у меня просто все сломалось. Я внезапно перехотела играть. У меня просто все отбилось. Эта мразь, она меня выбила из колеи. Пишите ваше мнение в комментарии. Испугались ли вы? Кто вас напугал больше? Мужик с щипцами в себе? Или невеста Егора Крида? Ну, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok